Здравствуйте, Людмила! Спасибо огромное, что вы еще раз продублировали свою информацию, потому что я очень хорошо запомнила. Вы одна из первых отправили информацию, поэтому я пыталась ее копировать, но каким-то чудом она и в копии не сохранилась, и потерялась, удалилась в самом комментарии. То есть они у меня скрыты, эти комментарии. Такое бывает. Нет, такое бывает, потому что сейчас, пользуясь случаем, по-моему, девочку зовут Мелани, что-то такое. Она попадает в розыгрыши. Она первая пишет. Она постоянно первый претендент на получение чего-то такого бесплатного от меня, то есть прогноза. Но она никак не может дать информацию, которая мне нужна. Это говорит о том, что кармическая отработка или вот эти низкие программы, они блокируют всякую связь и помощь из социума, особенно от таких людей, как я. И плюс еще безвозмездную помощь. Я же ведь это делаю безвозмездно. Что касается вашего сына, то я хочу вам пожелать терпения, заботы, любви. То есть вот всего, чего можно пожелать вам в данной ситуации. И вот почему. Когда я посмотрела здоровье вашего сына, я не смотрела матрицу. Я только так поверхностно глянула. Идет самое главное, что у него идет невозможность отработки кармы. Идет блокировка в связи с низкими программами, которые у него есть. Ну вот в частности пьянство. Будет ли лучше? Будут ли изменения? Время, они появляются, они будут, конечно, появляться. Вот это время позитива, которое у него будет появляться, надо с ним начинать работать. Может ли подействовать, например, гипноз, кодировка? Может быть, какие-то психологические манипуляции? Возможно, нужна просто беседа с психологом. Конечно же, ему нужна помощь. Ему нужен человек, который его понимает. Который разговаривает с ним как бы на одной волне. Надо смотреть, скорее всего, его матрицу. Надо давать ему это все смотреть или слушать. Надо каким-то образом находить подходы. Но надо смотреть, когда вот Нептун в такой жесткой позиции пьянства, как говорится, уйдет на отдых. Почему так получилось? Ну, вы знаете, каждый человек рождается со своей программой. И эта программа, к сожалению, хочешь не хочешь, она должна отрабатываться или же человек всю жизнь мучается. Из-за того, что нет возможности, нет помощи, нет позитивных программ. Я думаю, что с вашей стороны вы тоже уже устали 28 лет парню. И вроде как руки опускаются. И в то же время душа болит за него. Давайте я сейчас посмотрю, что у него со здоровьем, чтобы вы понимали, как себя вести. А дальше мы с вами решим, что делать. Именно сейчас, в этот период, у него достаточно сложное время. Начиная с июля месяца, вот буквально со 2-го, с 1-го числа, у него будет зашкаливать мышление. Это и отсутствие денег, это здоровье, это скандалы в семье, какие-то высшие знания. То есть, вы понимаете, у него, если вы думаете, что у него идут вот такие вот галлюцинации, дилерии, то это просто-напросто влияние этих низких программ. И это все начинается у нас с июля и будет продолжаться до конца года. К середине августа будет ослабление. Потом где-то с числа 25-го августа будет опять вот такой вот всплеск. Я должна сказать, что по здоровью у него будет большая опасность по здоровью. Где-то 15-го, 12-го августа, вот в этот промежуток времени, по 16-е, пожалуйста, я вообще хочу сказать, что июль месяц и август месяц – это самые опасные для него дни. Особенно опасен август. Он опасен во всех отношениях. Это проблемы с деньгами, это мышление, это дом, семья. То есть, это могут быть… Я не знаю, что это может быть. Я потом гляну еще по транзитам, по аспектам, что там делается. Во-вторых, июль месяц – это какие-то, может быть, даже какое-то ограничение свободы. И причем это идет у него июль месяц, начиная где-то с 12-го, с 10-го, и продлится вот в таком ключе как бы по августу. Вот скажу честно, август даже вообще непонятно, где он будет и как он будет. Оно как бы немножко идет спад, еще будет октябрь, начиная где-то с числа 25-го. И по ноябрь месяц есть даже опасность вообще где-то куда-то влезть в какие-то ситуации, которые могут быть чреваты. Поэтому надо его каким-то образом, скажем так, как можно уберечь такого человека, это, конечно же, сложно. Как ни странно, это удается. Это удается Плутону, который в очень хорошей позиции, который как бы, как вам сказать, пришел как защита с июля 18-го года и пробудет, охранять будет его по август 20-го года. Кстати, пик охраны, вот я говорю, что где-то что-то будет, число 22-25 июля. Вот это вот время какое-то такого, что-то должно случиться, но не переживайте, все будет хорошо. Я должна сказать, что у него идет преобразование с 19-го, вот даже началось в 18-м году. Постепенно, постепенно, потихонечку он будет вылазить из этого. Вы знаете, по судьбоносным транзитам, как ни странно, но 2015-й, 2016-й, 2017-й у него были очень сложные годы, но тем не менее его настолько охранял бог войны, при том, что он где-то и буянил, наверное, и оскорблял, и вообще непонятно, как приходил домой, вот так если взять. Знаете, как говорят, вот он приходил никакой. То есть человек был совершенно некрасивый в таком понимании восприятия. Но вы знаете, у него хорошие ангелы-хранители, они его охраняют, но я думаю, что ему нужна поддержка. Насколько это поддержка? И когда она придет? Она, по идее, должна прийти в 22-м году, эту поддержку даст Меркурий, ну вот придет Меркурий на помощь. И я должна сказать, что 22-й, 23-й год будет таким, знаете, таким шикарным, позитивным годом. А вот уже 24-й или конец 23-го, здесь, конечно же, опять получится какая-то такая не совсем хорошая ситуация. Вы не переживайте, пожалуйста, у него должно все выровняться, потому что, исходя из того, что я вижу, постепенно, потихонечку, он будет вылазить из этой ситуации. Но вот эти вот пьянки и вот такое вот состояние невменяемости, оно, конечно же, будет появляться. Очень хорошие, позитивные годы у него. 26-й, 27-й, 29-й, 30-й. Я бы сказала, что даже это может быть какой-то брак у него будет. И 26-й неплохой год. Но, конечно же, годы будут и такие, знаете, как говорят, вырванные годы. Ну что делать? Надо было бы, конечно, посмотреть матрицу, почему так, а не по-другому. Но я думаю, вам надо сделать совсем по-другому. Вам надо словить вот этот вот момент и попытаться, возможно, сделать кодировку. Ну а сейчас надо, конечно же, каким-то образом налаживать отношения с ним, чтобы это была спокойная обстановка. Но вы знаете, что пьяницам нельзя доверять. Они врут, они изворачиваются. Возможно, поставить его в какие-то рамки, показывать вот то безденежье. И его надо привлекать, оказывать кому-то помощь. Он должен почувствовать себя нужным и сильным, потому что у него напрочь отсутствует духовность. Это бездуховный во всех направлениях человек. Вины его нет, потому что идет борьба темных и светлых сил, как всегда. Кто победит? Пока побеждают темные силы. Что со здоровьем? Конечно же, это повышенная нервозность. Достаточно остро проявляются грузки. Причем они проявляются в психосоматических симптомах. Во-первых, он у вас близнец. Это человек, который как черт предстает пред вами. Но что делать? Надо его принимать таким, какой он есть. Я должна сказать, что достаточно сложный период, начиная с июня уже начался. По октябрь это возможны даже болезни костей. Это могут быть переломы. Но я сказала, что у него очень хороший ангел-хранитель. Вы знаете, такое впечатление, что он идет за ним след в след. Поэтому переживать как бы и не стоит. Что еще у него может ожидать? Так это нарушение функциональных желез. Это начнет страдать мочевой пузырь, почки. Чтобы вы знали, возможно, какие-то травки ему там заварите, чтобы они уже были. Ну а что делать? Дальше. Нервная система, я уже сказала, она будет очень сильно страдать. Это могут быть какие-то дилерии. Это может быть вот такое вот состояние какой-то потерянности. Но на таком вот опять же след в след за ним будет идти Нептун вместе с Плутоном в очень хорошие позиции. Это очень хорошо. Человек все-таки будет иметь какое-то... То есть он будет понимать, он будет трезво рассуждать, он будет думать над тем, что делается. Поэтому, конечно же, то, что он будет выпивать, это однозначно. Ну и, конечно же, у него еще здесь, знаете, что идет? Юпитер, планета счастья. Конечно же, она становится в оппозицию. То есть никакого счастья нет. Транзит хоть не такой, не сильно большой, но около двух недель в октябре он будет. А это говорит о каких-то тратах, о каких-то, возможно, долгах. Это будет перегрузка печени, это сердечно-сосудистая система будет страдать. Поэтому надо избегать переедания, ограничить себя в употреблении, конечно же, спиртного. Желчный пузырь начнет давать сбой. Надо, конечно же, опасаться каких-то пожаров, драк, столкновений с органами правопорядка. Вот они здесь есть. Этот пик стоит у него на октябрь месяц. Я хочу сказать, это где-то числа 20-го, именно вечер, начиная, например, с 7-ми и, ну скажем, до какого-то времени, там, ночь. Ночь, ночь, ночь. Ноябрь месяц тоже достаточно такой будет сложный для него. Опять же, какие-то могут быть проблемы, какие-то скандалы, но это могут быть уже скандалы с женщинами, то есть что-то где-то кому-то не так посмотрят на него, возможно. Поэтому смотрите, каким-то образом не стоит его провоцировать. Хотя он сам провоцирует и себя, и всех остальных. Это, опять же, это желудок уже будет, та же печень будет. Ну, я хочу сказать, что это тот период, когда будет действительно изнурение психики. Ну, декабрь будет несколько, в 19-м году более спокойный, хотя выпивать он будет. Что посоветовать из того, что я увидела? Самое главное, первый совет, у вас в доме должна быть постоянно минеральная вода. Стоять в бутылке с минеральной водой. Они никуда не должны исчезать, они должны стоять на видном месте, в свободном доступе. Второе. Обязательно должна быть пища. Ему нужна пища, причем пища, которую, возможно, он любит. Если это мясо, то, ну, хоть немножечко, но оно должно быть где-то в чем-то, в каком-то супе или еще в каком-то блюде. Третье. Надо чаще, через какое-то время, ему говорить, что вы за него переживаете, что вы его любите, но не так, как это делается сейчас. Потому что у вас настолько внутренний мир стал черным от горя и беды, что даже если вы скажете, что я там не знаю, что люблю, даже какой-то продукт питания, то это вам нельзя будет поверить, потому что такое впечатление, что вы и жить уже не любите. То есть вы потеряли интерес ко всему. Я очень часто рекомендую людям с такими проблемами, и не только с такими проблемами, а с возникшими сложностями в жизни, начинать и с себя. Потому что, как правило, если нет духовности в родителях, в людях, которые окружают его, то эта же бездуховность живет в семье. Сходите в храм. И не просто один раз сходите. А идя в этот храм, вы, мать, материнская молитва самая-самая крепкая. Материнская мысль, она достает до самого донышка. Посылайте вот эти флюиды любви, насколько вы можете. Пусть это будет со слезами. Пусть это будет с какими-то, возможно, даже первое время упреками. Но, пожалуйста, делайте это. Обязательно читайте молитвы в храмах и просите за вашего сына. Подайте записочки сорока уст о здравии. Спросите. На свечном женщины знают, как они подаются и каких святых писать в эти записки. Обязательно. Вот возьмите за моду, поверьте, вы отмолите своего ребенка. Ему будет легче. Потому что та бездуховность, она настолько сейчас поднимает голову. Вот она наверху. Наши дети, к сожалению, это дети нового времени, это дети новой формации. У них своя религия, у них свои взгляды на жизнь, у них свое понятие о нравственности, у них свое понятие о труде и о пользованиями, результатами труда. Они считают, что им кто-то должен. Освещайте квартиру. Съездите в Смиловичский храм Георгия Победоносца. Там очень хороший батюшка. Побудьте на службе. Там есть вычетки. Его вы, конечно же, туда можете не завести, так сказать, но вы сходите сами. Начните с себя. Именно с себя, со своего внутреннего мира. И все получится. Поверьте. Позвоните в Смиловичский храм. Там есть автоответчик. Они скажут, когда идут эти вычетки. Съездите. Это нормально. Батюшка проводит эти службы с благословения патриарха. Я знаю, что епископ Вениамин тоже благословлял его. Попробуйте. Поищите защиту у света. Поищите защиту у святых. Потому что, если нет добра и света, то это место заполняется темнотой. Удачи, моя хорошая.